Поехали? Самый памятный момент в вашей клубной карьере? Первый гол за Винам Барнаул, 92-й год, он был победным. Я не понял, что со мной произошло. Пока не накинулись партнеры, я не упал на землю под их тяжестью. Как вы забили? Причем неожиданно и хорошо, левой ногой, что не свойственно для меня. Вышел из воротарской голкипер, в борьбе с нашим нападающим кулаком отбил мяч, мяч отскочил, и я из-за шортной поверх его послал мяч в ворот. Начал оборачиваться, и тут вижу первого, кто побежал ко мне, свалил меня, и потом еще куча навалилась. То есть я через это поле футбольное не ходил, нам запрещали. Мы тренировались, на горюхе, так называемое, горевое поле было по другую сторону стадиона, от раздевалки. И я, в свою очередь, обходил постоянно вокруг, а здесь я оказался на нем. То есть после дела мечта моя осуществилась. Я стал профессиональным футболистом, посчитал я. А тут еще гол забыток. Барнаул или Портсмут? Ниже пояса. Это мяч, который отец послал мне в пах, а не в голеностоп. Барнаул – родной город. Портсмут любимый с точки зрения именно футбола. Барнаул. Бардо – это идеальное место для жизни? Практически, да. За исключением, возможно, хотя нет, идеальное. Если это можно сформулировать кратко, в чем магия Мауримья? В его голоде, уверенности в победе, то, что передается им невербальным даже путем, просто даже поведение его показывает, что мы выиграем сегодня. И, конечно же, как стратег и психолог он очень сильно. Харри Реднаб – крутой? Именно. Вот тот же слово, такой крутой. Как тренер, ну, я бы сказал, что он кокний. С точки зрения какой-то тактики я не увидел ничего. Ну, опять-таки, я не видел до него английских тренеров. Но потом, когда я столкнулся с ними, тем более уже с мое время, я понял, что Харри Реднаб как мотиватор номер один, действительно. И так как успешный у меня был сезон в Портсмуте, то я его считаю величайшим. Ну, многие отзываются о нем очень хорошо, никто никогда плохо о нем не говорил. Хотя он на нас отзывался довольно часто плохо, потому что мы проиграли. Решите работу с Семеном, Лока, конца 90-х. Каким он был? Он мне показался как родным отцом. Нет, родной отец у меня, конечно, был Геннадий Иванович Смертин с требованием еще выше, чем у Семена. Но так как Семен был хорошим футболистом, сухим, огрызался, вот мне кажется, где-то он себя увидел во мне. Доверил месту составе. Вот я заиграл. И вот приехав из Элисты, из Уралана, стал лучшим футболистом страны, там, 99-го года. Во многом благодаря ему, его доверия, поддержка. И, конечно, как он мотивировал команду, мне кажется, на втором месте после Рэднапа. Тройка самых талантливых футболистов, с которыми вы играли? Микелелли, Лэмпорт, Дрогба. А российский? Титов, Аршавин, Хлистов. Самый неуступчивый соперник на поле, с чем вы сталкивались? Ливерпуль, я думаю, особенно. Конкретный? А, икрок. Террор. Он огрызался? Он огрызался, он огрызался. И когда удавалось отобрать мяч у него, а это было редко, вот он умышленно потом шел в обводку, чтобы просто наказать тебя где-то, может, в разрез действиям партнеров, командных действиям. Но при этом ему очень хотелось доказать, потому что он был неуступчив, он был зол. То есть мне нравились эти качества. Где-то я видел их у себя. Ну, в принципе, они и были, наверное, просто уровня, может быть, чуть ниже. Вы считаете, что переезд в Англию из Бордо – это правильный шаг для вашей приедения? Ну, это идеальный, мне кажется, шаг, вот именно из Франции приехать в Англию. Меня уже спрашивали, если бы я из России попал бы в Англию, чтобы со мной было бы, я попал бы в мясорубку определенную, то есть как бы мог бы не адаптироваться. Тут же еще менталитет, я уже попал в Европу, там прожил три года, выучил язык, адаптировался, ассимилировался, что он называется. А переезд из Франции в Англию – это, по сути дела, если английским языком English Channel, если французским, сами знаете, что. Главные трофеи вашей карьеры? Их два. Можно два? Ну, лучше выбрать главный и второй дополнительный. Хорошо. Главный трофей – это первое место в английской премьер-лиге. Важный трофей, но это вне футбола, это шестеренка, отражающая все шесть матчерских марафонов. Кубок английской лиги или французской лиги? Что важно? И память не зла. Французская. Да? Да, потому что английская лига, там их два, при более турнира по Франции, по-моему, один кубок. Хотя, поправьте меня. Если выбирать между кубком английской лиги и кубком французской лиги, я бы выбрал второй вариант. Потому что с Бордом мы не выиграли ничего, кроме этого трофея. И он был первый мой за рубежом. Джон Терри или Виктор Лопко? В каком смысле? Просто не выбрать. Я бы Джон Терри. Я просто думаю, что Джон Терри дал мне взгляд и адаптацию в английском футболе. Ну, я имею в виду в Челси. А Виктор Лопко – это был оплот за спиной меня. Мы с ним просто в связке играли. Поэтому, в принципе, с точки зрения имена человеческих качеств, я к Лопко ближе. Если бы вам предложили собрать сборную игроков, с которыми вы играли всю свою карьеру, 11 человек, можно сейчас это сделать? У нас есть, да, это три минутки? Мне очень сложно, наверное. Да, голкипер – это Петя Чех. Что касается центра, я Терри, безусловно, для меня. Второй игрок я поставил как раз Виктора Лопко. Кстати, хорошая пара. Левого защитника, пускай меня простит. Тут как раз играли за сборную мира с ним. Его поставил Юрий Павлович Стёбин, левого защитника. Юра Жирков. Он ко мне подходит и говорит, зачем мне левого защитника поставил? Я говорю, Юра, терпи. Я половину игр за сборную играл защитником. Передним. Не играющим головой, не имеющим такого роста. Поэтому мы менялись сановка. Вот опять-таки, почему по страховке? Когда выносили мяч вратарь или защитник, то я опускался на его место, а он боролся за мяч вверху. Поэтому левый защитник Жирков. Правый защитник мне очень тяжело дается. Я даже не знаю, кого назвать. Я бы назвал Павла Феррера. Человек, который с неба звезд не хватал. Почему он мне близок? Я до сих пор с ним общаюсь. Многие могут говорить, как и про меня. Запускаю, что он был приглашен в Маурине. Они вместе работали. Он вместе работал с ним в порту. Но он доказал после ухода. Я имею в виду, как после ухода Маурине из Челси, что Павла Феррера и без него может играть. Поэтому правый защитник очень надежный. В центре я бы ему, конечно, Микелеля поставил опорником. Сделал бы такой триангл, так называемый. Это Егор Титов Аршавин. Я думаю, что, наверное, так. Я вдруг бы впереди. Безусловно. Даймонд Дафф. Еще раз? Даймонд Дафф. А. Даймонд Дафф. У нас просто Елагин на НТВ и на Синон-ТВ говорил Дамьен Дафф. Дамьен. Ну, может быть, Дамьен. Дамьен Дафф. Да, наверное, да. Это действительно надежно. Я выбираю тех, кто своим трудом, не только за счет таланта, но своим трудом действительно держал планку очень высоко. Так как я отталкиваюсь именно от своего основополагания, то правильно называть таких игроков, может быть, не слишком ярких. Можно было назвать Джо Колу, например, Робена того же. Ну, я играл с Робеном, который только-только начинал футбольную карьеру, ну, скажем так, после Эндховена в Челси перешел, он не всегда даже играл в основном составе. Да, можно поменять. Я забыл совсем Лэмпорда вместо Аршавина. Аршавина перекинуть на правый фланг. Абрамович, приятный парень? Да. А Ильин Джинов? Очень тоже. Федорычев? Федорычев приятно. Несмотря на то, что все они на самом деле очень корректные, действительно уважающие футболистов и отношения к футболу по-разному. С Лен Джином я до сих пор поддерживаю отношения. Более того, он там и его представительство, где его офис находится неподалеку от места работы. Я несколько раз к нему приезжал благодарен. Он, в свою очередь, тоже уважал благодарность всем игрокам. Я набирал того, футбориста Янового, а там все были ему рады. Он говорит о том, что он действительно вкладывал в команду, и не только финансово, но еще и интересовался успехом. То есть мы до сих пор поддерживаем отношения. Федорычева я меньше знал и не так часто общался. Но в любом случае человек, который дал мне возможность играть и реализоваться в таком высоком чемпионате. Самый интеллигентный артист-футболист из тех, с тем, кто играет? Сережа Семак. Интеллигентный, интеллектуальный, наверное, да. В принципе, я здесь на крайне ставлю. Вы сейчас за Челси отследите, прерываете? Нет, не слежу и сильно не переживаю. И почему-то меня как отрубило после того, как Абрамович ушел. Поступили с ним, мне кажется, это было так, ну, несправедливо. Некоторые даже фанаты Челси, игроки даже считают, тот же Терри считает, что это лучший менеджер, лучший президент. Кем он на работу. Я, честно, не слежу за футболом, и даже когда в Маурине был там его второй приход, я сильно не смотрел. Ну, так периодически, хайлайты. То есть это не ваш уикенд, не ваш выходной день, когда вы при телевизоре, на диване, бокалом вина? Нет, нет. Нет, ну, я, честно признаюсь, будучи игроком, я не смотрел футбол. То есть Игорь Семшов, да, он смотрел, например, помню, рассказывал все перипетии матчей, знал результаты. Я узнаю, зачастую, там, на следующий день, там, открываю планшет, смотрю, кто как сыграл где-то, там, посмотрю. Голевые моменты, голы, ну, и все, примерно в таком формате. У вас есть понимание того, чем вы занимались, если бы не реализовались в футболе? Я думаю, работал бы, как и отец на производстве. Такого, какого-то таланта у меня не было. Вот поэтому он сделал выбор за меня. Безусловно, я просто шел к цели, которую он для меня поставил. Другое дело, основополагающие принципы, опять-таки, тоже им, мамой, обществом были правильно заложены, и я знал, как достигать их. Прежде всего, там, я действительно любил, прям очень сильно, неистово любил футбол. Второе, то, что отец воспитал, требовать постоянно, коль скоро ты выходишь, вот, перебываешься в бутсы, вот, и выходишь на футбольное поле, будь добр отрабатывать от начала до конца. Это такие простые фразы, ну, вообще, на самом деле, самое простое, очень сложно осуществить. Ну, мне удалось. Но я, мне кажется, не способен ни в математике, я не учился особо, там, потом начал компенсировать это, понимая, что у меня там просто пробелы в образовании. То есть, языки, начал работать над русским языком только тогда, когда уехал во Францию и начал изучать французский язык. Я понял, как я могу выучить французский язык, обратные там глаголы, если, я не знаю, как спрягать, как подержить там. Я помню, родительно-творительно-именительно. Ну, мне не нужно, потому что я получил посредством ассимиляции русский язык, сколько я в России рожденный. Но все равно я косноязычен был. И потом, думаю, начал работать над ним, шлифовать его. И до сих пор шлифую, понимаю, что как бы предела совершенства нет. Ну, есть вопрос как раз по поводу литературы. Назовите три лучших книги, на ваш взгляд, но при этом каждая должна быть одна из Англии, другая из Франции, третья русского автора. Ага, русского автора сразу скажу. Чевингур, Андрей Платонов. Касательно англичанина тоже скажу. Джон Фаус, Даниил Мартин, двухтомник. Француз, тоже смело. Вот книга, которую я прочитал чуть ли не первую после трех книг. Уэн Грецкий, Марадона, Платини, спортивные три книги. За серьезную, скажем так, литературу я взялся после них. Дюма, три мушкетера, однозначно. Более того, где-то я услышал, проанализировал, что действительно Атос, Атос, он был стойком. Потому что я сейчас изучаю стойцизм, мне это нравится, и некоторые мои поступки были подспудны. Я не знал, что такая философия есть, стойцизм. Но где-то совершенно именно посредством, ну, как стойки поступал в каких-то моментах. Это сейчас не тот смысл, что я был стойческим. Поэтому вот три мушкетера, да. Что лучше подходит под гречку? Шато Пави Сент-Эмильон или Шато Сан-Пьер Сан-Джульен? Вот вы назвали, да, вы, может быть, в курсе, но Сан-Пьер – это три шатоа, которые принадлежат бывшему президенту Бордоу. Одно из них как раз Сан-Пьер. Это Сан-Джульен, четвертое Гран-Крю. Очень сильное вино. И, как, впрочем, и Шато Пави, оно тоже мое любимое вино. Да, я поэтому спрашиваю, что вы под гречку, на ваш взгляд. А, самостоятельно они хорошие. Но если их смешать, хватит бокал, то под гречку сойдет. Вы смотрели, но так нельзя с Джигой Слуцки? Нет. Ни одного выпуска? Полностью нет. Я несколько раз начинал смотреть, но не закончил. А какие-то шоу на Ютьюбе просто? Нет, тоже. Мемористические, неспортивные? Я смотрю какие-то, вот хоккей смотрю, нарезки, хайлайт с тем же профессором Лорионом. Как наше играет Бора, я очень люблю там ракету нашу русскую. Ностальгическое? Ностальгическое, баскетбол Джордана. То есть я вот эти нарезки смотрю. И музыкантов, конечно. Я смотрю какие-то концерты определенные. Так как я вырос на роке, сейчас понимаю, что я не только рок, а панк еще. Тем более сейчас новая волна постпанка идет. Такие группы, как Byagra Boys, Idols. То есть они очень мощные. И поэтому смотрю именно и слушаю музыку тех времен, наверное. Тоже возвращаясь, оборачиваясь назад. Ну и современных, естественно. Вот эти мне как раз нравятся. Принято. В общем, для вас YouTube, он не футбольный, не развлекательный, а музыкальный? Он музыкальный и спортивный. Ну спортивный с точки зрения именно каких-то... Ретро штук. Ретро штук, да. У вас есть мечта сейчас? Да, есть. И она в моих руках. Жить безмятежно. Это как раз принцип стаицизма. Понимать, что твое, что не твое. Что от тебя зависит, что не от тебя зависит. С точки зрения какой-то глобальной цели, нет ее. Допустим, не знаю, там, совершить, там, сделать айронмен. Я понимаю, что я это сделаю. Это не мечта. Это реальность. Просто мне нужно как-то смириться с водой и все. Велосипед 180 километров я пробегу. Я сейчас про полный даже говорю, не про половинку. 42 километра пробегу, да, будет тяжело в конце. А вот плыть мне тяжело. Я понимаю, что стихия прекрасна, вода, но как-то я ее побаиваюсь. Наверное, это скорее просто желание и все, и требования к себе самому опять-таки. А мечта? Нет у меня мечты, не знаю. Марафон – это главный кайф в вашей жизни сейчас? Сейчас нет. Нет. Я просто перефразировал. Марафон – это же не кайф. Это определенное приятное замещение футбола. И на самом деле это больше, чем бег для меня. Какой-то сакральный смысл. В прямом переносном смысле ты находишься в воздухе половину. Вот половина марафона я нахожусь в воздухе, потому что фаза полета же, близко всему, очень много чистится в твоей голове после пробежки. То есть это еще и как инструмент чувствовать себя хорошо в тонусе, чтобы не было плохих мыслей. То есть это очень важно для меня. Но это даже, наверное, не кайф, это же утруждение себя. Как и преподавательская деятельность. Я получаю удовольствие, наверное, скорее всего. Опять-таки принципы стоицизма. Это Марк Аврильев, великий император римский, говорил о том, что если ты что-то не сделал для общества, то это напрасно в прошлый день. Вот так как я общественный деятель, звучит, наверное, пошло. Но общественник, как мой папа говорил, я не тренер, я общественник. Хотя воспитал из таких футболистов. Точнее про себя, про других сейчас играющих. Вот, то я рожден просто еще 1 мая. Я рожден 1 мая в день демонстрации. И в час демонстрации. И вместе демонстрации. То есть моя мама родила в 10 часов утра. Во втором роддоме, на улице Ленина. Есть Ленина, там, либо Ленинский проспект в любом городе. Вот, и была демонстрация, кричали, мир, труд май. То есть это тоже как бы определенные наклады, отпечатки. Мне кажется, это мое призвание. Я верю в это и делаю все возможное не от того, что мне воздастся. Мне кажется, это правильно. Как командный игрок, так я с самого детства командный игрок. Я понимал, что ты можешь самолизоваться через командные действия. И это нормально, если ты кому-то помогаешь. Тем более человек, который может это сделать. Это не высокопарная слава, это просто-напросто образ жизни твой. Ну, так, наверное. Это Алексей Виги, он наш известный треспондент. Очень успешный блогер, у него есть вопрос. Он фанат футбольного клуба «Локомотив» и персонального штата. У меня вопрос такого характера. Можете дать, пожалуйста, совет людям, которые готовятся к марафону? Какие вещи нужно обязательно сделать, а каких делать точно не надо? К марафону нужно подходить не как к футбольному матчу. К нему нужно долго готовиться. Это старт, это накопительный эффект. Потому что вот сейчас я наполовину готов не бежать, а я наполовину готов. Только потому что где-то не добегал объем. Самое основное – это просто подготовка. Все упирается в подготовку правильно, тщательно. Не верьте, хотя это микро, вы не кепчуге, которому погодные условия, что он поел, какие кроссовки надел. Для любителя важно просто-напросто тренировочный процесс выстроить более-менее нормально, набеганность какую-то иметь. Ну и, как бы вам сказать, иметь два стальных органа, которые должны именно быть стальными, а не мягкими, когда тебе становится тяжело. Особенно после 30-го километра, наверное, так перебороть себя. Вот так, наверное. А по питанию – это уже там нюансы, которые там решаются. Вот, наверное, так. Какой-нибудь совет вы могли бы дать молодым опорникам? Вот сейчас ребятам, например, 15-16 лет. Совет опорникам. Ага, словами Головина. Добегайте. Вы бы хотели какую-нибудь большую, важную должность в клубе, там, пционера, президента? Нет. Я прошел это уже. Я был в «Динамо», в «Локомотиве», клубный футбол не для меня. Профессиональный футбол, скорее, не для меня. Вот я был профессиональным футболистом, не стал профессиональным тренером, я не хотел им быть. Поработал в двух профессиональных клубах и понял, что моя деятельность, она связана, прежде всего, как раз с устойчивым развитием социальной ответственности. А в этой плоскости непаханное поле, на этой плоскости, на этой площадке, вот прям непаханное. Этим можно увлечься и заниматься и пять лет, и десять лет. И у меня нет тех амбиций, которыми руководствуются люди даже моего возраста. Слава, сомализация, наверное, да, сомализация где-то частично, статус, деньги. То есть, когда ты оборачиваешься, думаешь, ну, елки-палки, ты был там игроком Челси, там, лучшим игроком России 99-го года. Ты заработал начальный капитал, ты сомализовался, ты попробовал себя в другом виде спорта, получилось. То есть, ты занимаешься любимым делом. Почему я вкладываю, это сакральный смысл, что очень важно человеку заниматься, если ты не любишь этим заниматься, хотя бы это должно тебе нравиться. Потому что против воли ты можешь, знаете, два, прям закончу, затяжной, наверное, такой речи. Если это тебе не нравится, а тебе нужно это, ты достигаешь, смотря сколько ты усилий приложил, и то, какой будет результат. Но это деструктивный процесс, этот процесс запускается, так называемый, идти против воли. Ну, грубо говоря, ты идешь на работу, тебе оно не нравится, ну, ты понимаешь, нужны деньги, нужна отчетность какая-то. Я противник этого, и, наверное, просто могу считать смело себя счастливым человеком, потому что, что бы я ни делал в своей жизни, ну, так повелось, начиная с футбола, как базис, как фундамент. Я делал это все, но если не с любовью, мне это нравилось. Не нравилось, я разворачивал все, уходил. Это ужасно. И в этом смысле, на примере того же марафона, футбола, вот тебе может тяжело быть, но все равно это конструктивный принцип. Потому что ты можешь использовать силу воли. Не идти против воли, а силу воли использовать. А совершенно другие механизмы запускаются, конструктивные. И ты достигнешь результата, и достигнешь наибольшего результата. Ну, мне так кажется. Спасибо большое за этот день, за то, что вы провели у нас четыре с половиной, почти пять часов. Да? Ничего себе. Какое время пролетело? Да. Этот выпуск выйдет в воскресенье, коммен-шоу выйдет в пятницу. Надеюсь, вы посмотрите, и вам понравится. Да, спасибо.